ну чего как тут у вас сухо ты мама мама все свои сейчас подрастете немножко выпущу водички подлить ты там то горюешь не горю там тебя воды он вода есть корма есть обиженный друзья очередной цеп перетирают козы но чем ближе к этому как штырю да вроде бы меньше трется чем ближе к шее сейчас я тут немножко разогнуть наверное вот так вот продену его козы уже прямо под надоедают сколько уже цепей с ними перевел наверное это там у нас заканчивается уже куриное мясо привет друзья мир вашему дома в общем чем закончилась это сама с банком тиньков я вчера на работу ушел как бы надюши там еще разговаривала с ними звонила получается они в общем вели фиксированный как это сказать комиссия фиксированная комиссия размер фиксирован 200 долларов то есть там не 15 тысяч а зависимости от курса в общем 200 долларов у них это фиксированная комиссия за валютный перевод это в банке тиньков и получается если меньше они просто тупо все забирают и все то есть если меньше 200 долларов ты для них вообще не что такая дискриминация в этом банке вот есть кто-то перевел миллион долларов не взяли 200 а кто-то перевел скажем до 200 долларов и сняли все полностью такие у них правила интересные в общем по-другому как пристроение чужого имущества это не назовешь в общем ничего не не вернули написали приложение в чате там что решим вашу проблему вчера они должны быть до 7 вечера как бы ну обещали по крайней мере на словах вернуть это все вот вчерашний вечер прошел вот новый день никто ничего не вернул вот так как но сумма там небольшая даже не знаю стоит ли там тягаться и стоит ли судиться и так далее ну то есть куда-то там что-то описать я думаю она этого не стоит вот вот такой тонненько вон такой один в рекламе говорят да а мы тут потолок потихоньку ремонтируем привет я успел на обед я как всегда вовремя или ты вовремя горячую перехватки постирала хочу сам с этот сыром сделать че не надо уже сыром картошка с мясом как ты думаешь ну оно запеклось вроде два часа стояло в духовке мясо снизу мясо снизу мясо снизу да ты не чувствуешь аромат? аромат чувствую я с улицы почувствовал снизу мясо там куски с лучком с мейнезом ну да мясо тоже готовое два часа стояло конечно еще да просто курица всем приятного аппетита нам тоже я скоро стану колобком а если я хочу повесить тюль 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 но то к нам вот точно повесим а вот здесь нужен карниз карниз? да о карниз карниз ты меня врасплох застала и я тебя поздравляю тебе денюжка пришла ну не вся но пришли денюжки вернули? да сколько половину? немножко больше половины то с ума озвучивать ладно не озвучивай ну хоть на источники хватит? хватит ну все так друзья был вопрос вот рассказать о триммере о своем какой триммер лучше я сейчас вам покажу расскажу ну это будет сугубо мое мнение вот а выбор останется все равно за вами значит так у меня вот два триммера вот они вот на вид они совершенно разные ну вот видите ручка да вот так вот ручки у этого вот так сикас насикась вот здесь вот само ну видите да выглядеть как и здесь вот они на вид разные но если убрать вот эти все пластмасски все по убирать по откручивать они будут абсолютно одинаковые это совершенно одинаковые два триммера поэтому название я не скажу даже не знаю как они называются написано может быть что угодно я даже видел что на вот таком вот написано хускварна но это опять таки это будет такой же сам это все они китайские три мирового китайские вот на этом есть маркировки вот в частности у меня bt-56 вот это он второй по мощности то есть bt-58 это самый мощный будет здесь что тут приоритет называется да ну в общем вот его bt-56 вот bt-58 будет такой точно двигатель то есть если возьмете в таком исполнении в таком он будет выглядеть один в один на него там сильнее расточена поршневая и стоит поршень больше размера и он будет как бы сильнее греться больше расход топлива будет он будет мощнее конечно вот ну я разговаривал со специалистом который занимается ремонтами этой техники вот он сказал что это идеальный вариант это китайские триммера меньше советовать советую не брать мощности потому что производительность меньше вы будете дольше косить по расходу горючего разницы не увидите сейчас скажу почему у меня два триммера два триммера ну сейчас история в общем вот этот зеленый триммер это мы самый первый купили я вообще хотел купить штиль вот штиль он очень дорогой если брать этот мощный штиль это можно штук шесть таких косилок купить или один штиль взять или шесть таких и он еще в ремонте очень дорогой то есть если надо будет поменять поршневую это считайте новый еще один триммер такой то есть я посчитал что выгоднее взять так вот во я его купил за четыре с половиной когда штиль стоил около двадцати тысяч сейчас стиль еще дороже вот а потом один знакомый выходите за полторы тысячи привезу косилку полторы тысячи конечно хочу вот и от этой косилки года два и за полторы тысячи купил они оказывается оптовая цена у них вообще была смешная а две косилки потому что вот чтобы не таскать с собой ключи не таскать с поэтому то есть надо мелкую травку покосить выйти на улице вот вот мне леска здесь стоит здесь у меня стоит диск то есть здесь кукурузу вчера покосил частности вот здесь просто перевернуть этот кожу вставишь леску и все и вперед то есть разницы между ними никакой у меня у одного из соседей итальянская какая-то косилка такая интересная и вот он косит раньше раньше косил в общем он косил ну несколько дней двор выкашивал тоже жужжит 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 в общем а потом я купил пришел посмотрел в общем видно что мощность большая трава летит во все стороны но чем мощнее тем лучше в общем это он потом тоже взял себе но взял себе 58 bt 58 и жалуется на нее то есть расход очень большой расход у нее опять таки возвращаемся к марке да что хочу сказать по расходу бензина у нас на работе косилки штиль немецкие они конечно но хорошая косилка ничего не скажу вот и одна есть косилка такая вот она маленькая по мощности другая на в два раза мощнее и вот в общем по объему на этой маленькой все время отстаешь то есть в раза в два в три меньше делаешь нормы потому что у нее не хватает силы ты тут все косить а которая расход бензина идет то есть бачок маленький ты его заливаешь 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 бензин кончается кончается и получается что мощная косилка и выкашиваешь больше и быстрее чем маленькой еще и экономия бензина получается так что в любом случае надо брать косилку хорошую мощно она себя оправдывает ну и в работа идет быстрее так что вот так вот что еще сказать ну вроде все сказал вот эти косилки лет шесть наверное зеленой ничего не менялась не делалось пока еще ну это чуть больше двух лет масло хорошее надо масло желательно хускварна ну я перешел сейчас на дешевая наша российская лью ну ничего вроде пока сзади ну и астентичны вот еще можно один момент вот когда заводить вот еще когда будете выбирать выбирайте здесь вот вот эти стартера они тоже одинаковые но есть разница вот здесь от заводишь когда вот он на руку тяжело напрямую заводит а здесь от стартер там внутри какая-то пружина стоит которая вот ты натягиваешь и а потом эта пружина сама проворачивается и в общем здесь рукой почти не чувствую что ты дергаешь а здесь натягиваешь и уже на тебе в обратную тянет вот еще можно попробовать вот этот момент когда выбираешь тоже очень интересно то есть это гораздо легче заводить а это вот надо уже видно разницу да здесь гораздо мягче работает и на руку легче наша заводить не буду вот если бы сейчас тебе был выбор из двух этих косин какой вы ты купил они одинаковые но вообще вот да ты бишь одинаково чем-то часть вот ты бишь это заводится лучше но здесь стартер другой то есть этот можно открутить и поставить сюда но если бы я знал я был с таким бы выбирал стартером потому что мягче здесь пальцем в обратную дергать больновато а так они абсолютно одинаково просто снаружи они по-разному сделаны вот если снять пластмаски все то есть если выбирать из этих двух вообще а еще надо смотреть есть вот вот такая штука есть это с одной костинке это с красный да там он не за зеленый вот здесь во первых вот защита и она висит на плечах равномерно то есть я делаю но как бы осанку держит вот здесь трется ничего не этот а с красной косилкой то тоже большую роль играет во первых здесь ткань она рвется и она через плечо вот так вот и его это и не носишь да я еда и почти не ношу с ней очень сильно устаешь она общем как бы на одну сторону тянет так что тоже как бы это надо это выносить тут на мусор вот а так они все разницы нету поэтому цена отличается это зеленый наверное за два мешка нет это шок там это с оптом не привезли на прямо тот еще диск был в комплекте у зеленого красного этой диск был хороший дикс зеленом вот если когда есть и диск для козьбы надо выбирать конечно чтобы были мелкие зубе есть такие там звездой там или там треугольником или еще там от это конечно лучше всего костит а у этого тоже красный такой же был а я не помню уже ладно между на работу и думаю даже в этом году повидло не делают в этом году что-то вообще закатками не того столько яблок валяется знаешь мне не хочется потому что мы еще пришлогодние не довели можно конечно повидло попробовать сделать немножко хотя бы я не особо ем я помидорчики продал молодец потепляемся Папа, он так пушистый по голове. Пушистый? Пушистый, да. Да. Я еле донес. Я тоже не смогу его поднять наверх. Ого! Сколько он весит-то? Вот так? Как хочешь. А что ты не хочешь? Что не хочешь? Резать. Ах, что стало, что я не хочу резать? Ты сказал, ешь арбуз. Ешь. Ешь. Надеюсь, он вкусный. Надеюсь. Не зеленый? Да, вроде нет. Так, хочется арбуза. Что-то он не сильно красный. Нормальный. Оу. То, что надо, наверное. Да. На доске буду резать. Так? Да, вот так. Какой вкусный ты он вообще. Честно? Ты в пятерочке брал или где? Да, в пятерочке, последней забрал. А, наверное, пока вчера лежал еще, никто не брал. Налетайте. 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 Человеческие эти заповеди и учения человеческие. Все это только кажется мудрым. А в жизни надуманная набожность, самоистязание и изнурение тела не ведут к обузданию чувственности. Так, запутанно, конечно, все это написано. Вот. То есть, здесь Павел говорит о некоторых вещах, да, вот, что люди, как бы, есть, говорят, что, ой, ты человек набожный. Вот, он знает, как там правильно себя вести, как правильно что делать, как там повернуться, что сказать, там, какие-то обряды, там, вот. Вот, или там о еде речь идет, что там, что можно во время поста, что нельзя, еще что-нибудь. Вот, Павел говорит о том, что все это ерунда. То есть, это не приводит ни к чему хорошему. Такие слова интересные. До встречи, друзья. Пока.